В Самаре снова рушится кровля в жилых домах только за последние несколько дней два похожих случая. В этот раз обвалился потолок в подъезде дома 57 по улице Льва Толстого. Наша съемочная группа вместе с жильцами отправилась к коммунальщикам. Приходу пострадавших и журналистов в ЖО оказались не рады. Кусок штукатурки в несколько килограммов едва не свалился на голову Марии Покшивановой. Она спускалась по лестнице, когда услышала грохот этажом выше. Дом рушится давно, но реальной угрозы до этого случая не было. У нас из потолка падала штукатурка, из стены падала штукатурка. После этого нам сделали ремонт. В связи с тем, что крыша у нас не покрыта, хорошо, качественно, вода просачивается. У нас опять такая безобразие. Начиналось все с простой трещины. На потолке в квартире сейчас точно такая же. Когда начинает таять снег, у нас идет вода вот в эти трещины. И ставим корыто на газовую плиту и стекает вода. Жители обивают пороги ЖО. До этого времени худо-бедно, но латали. Теперь же крыша нуждается в капитальном ремонте. Добиться его значительно сложнее. Вместе с Марией Покшивановой идем писать заявление в жилуправление. Что это устроили? Кинослужию здесь? Никто ничего не устроил. Просто пришли по поводу. Пришли, значит, запишите заявку. Нашей камере здесь не рады. Заявку на капитальный ремонт крыши отправляют писать в другое место. В управляющую компанию «Альтернатива». Писать заявку, пожалуйста, в коридор. Снимать запрещают и тут. В письменном виде излагаем. Просим отремонтировать кровлю. В администрации Самарского района комментариев не дали. Так и объяснили. Глава района Александр Маргун, так активно рапортующий об успешной работе администрации в Твиттере, на рабочем месте появляется редко. Услышать его по телефону никак невозможно. Наш твит с вопросом «Как быть жителем 57-го дома?» остался без внимания. Нина Ванина, Вячеслав Потоцкий, Александр Дмитриев. Новости губернии.